МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, ребята! Привет-привет! Вчера у нас с вами был второй конкурсный день. И эта борьба показала, что вы очень серьезные соперники. И борьба будет напряженной. Я так надеюсь, дальше вы будете продолжать. Ребята, в стране безопасности есть свои правила. Вчера вы с ними столкнулись. Суть в том, что для того, чтобы получить главный приз, из звания главного специалиста по детской безопасности нужно пройти испытание. Сегодня вы готовы пройти испытание? Да. Ярослав, ты? Молодцом. Осталось приступить к нашим заданиям и объявить тему нашего конкурсного дня. Впрочем, сейчас вы о ней догадаетесь, посмотрев мультфильм. Когда я вижу незнакомого мужчину в лифте, я просто не захожу в лифт. Если же я успел нажать кнопку и вызвать лифт, но вдруг покажется незнакомец и захочет войти в лифт, вместе со мной я лучше пойду пешком. Ну что, ребята, я думаю, вам понятна тема нашего сегодняшнего конкурсного дня. И предлагаю приступить к первому испытанию. У вас, у каждого на вашей доске написаны два четверостиши. Я буду вам сейчас их читать, а вам необходимо будет дописать одно слово. Здесь не хватает в каждом четверостиши по одному слову. Вот то место, где не хватает, подчеркнуто вот такой линией. За каждый правильный ответ вы получите фишку. А кто справится быстрее, тот получит дополнительную фишку. Ясно? Направляйтесь к своим доскам, каждый. К своей. Я читаю четверостиши, а вам необходимо на скорость дописать слово, которого не хватает. Там, где подчеркнуто, где линия. Слушаем внимательно. Если квартира твоя высоко и добираться туда нелегко, пользуйся лифтом, но только учти, в лифт с незнакомцами, а дальше вам нужно дописать. В лифт с незнакомцами. Молча пишем. Не забывайте, что это задание на скорость. Ярослав справился? Да. Ну, писаки вы, дети, я хочу вам сказать, еще те. Итак, ребята, теперь давайте озвучивать, какие слова вы дописали. В лифт с незнакомцами что-то, Кира, написала? Надо было «На» написать. Ну ладно, ты не дописала букву, скажи, что ты хотела написать. Нельзя. Знакомец. Знакомец, да? Да. Знакомец. А что это за слово такое «знакомец»? Ты, наверное, хотел написать «незнакомец», да? Угу. Ясно. Ну, у тебя какой-то набор слов получился. Нельзя заходить в лифт с незнакомцами, да? Угу. Так. Понятно. Ну, ребята, вам еще учиться и учиться правильно, конечно, писать. Ярослав, а у тебя что написано? Не входить. Не входить ты хотела написать. Во-первых, «не» с глаголами пишется раздельно. Но вы, конечно, еще об этом будете учить. Не входи пропустил слог. Но ничего, главная суть. Ты хотела сказать «не входить». Еще раз читаю и с Ярослава ответом. Если квартира твоя высоко и добираться туда нелегко, пользуйся лифтом. Но только учти, в лифт с незнакомцами не заходи. Ну, или не входи, как написал ты, Ярослав. Молодец, правильно ответил. Справился ты тоже быстрее, Кир. Поэтому здесь ты зарабатываешь две фишки. Молодец. Больше нужно читать вам первоклассникам, чтобы лучше писать и быстрее читать. Возвращайтесь каждый на свое место. Я буду читать еще одно четверостише. И вам снова нужно будет написать слово, которого здесь не хватает. Итак, слушаем. Могут обидеть тебя, напугать, ценные вещи твои отобрать. Будь осторожней, мой друг, берегись. И с незнакомцами в лифт. Будь осторожней, мой друг, берегись. И с незнакомцами в лифт. Все. Все, Ярослав справился. Ладно, Кир, ты уже не пиши. Если что, скажешь. Я еще раз читаю. Могут обидеть тебя, напугать, ценные вещи твои отобрать. Будь осторожней, мой друг, берегись. И с незнакомцами в лифт. Не уходить. Не садись. Хорошо, Ярослав, ты правильно ответил. Немножко не рифнул, но все равно ты справился быстрее, Кира. И ты ответил правильно. Поэтому снова получаешь две фишки. Молодец. Держи. Кира, а ты догадалась, какое слово нужно было дописать? Догадалась. Но ты написала нельзя, все, что успела. Ты легких путей, я смотрю, не ищешь. Там, где нужно одно-два слова, ты хочешь написать целым предложением. Ну, хорошо, присаживайтесь, ребята. Ну что, давайте считать, кто сколько заработал. Ну, правда, у Киры считать. Кире повезло, ей считать не надо. Ярослава, у тебя? Четыре. Четыре, насколько я помню. Молодец. Ну, Ярослав оправдывает свои слова, как пообещал. Драться за победу, за последнюю. Вот так он это и делает. Кира, ты тоже будь внимательна. Подключайся к игре. Ребята, сейчас самое время для встречи с нашим знакомым, дядей Русланом. Давайте послушаем, что интересного он нам расскажет сегодня. Ребята, здравствуйте. Уже позади два соревновательных дня. Как ваши успехи? Хорошо. Как вы думаете, какие опасные места есть в любом подъезде? Ребята, как вы думаете, какие опасные места есть в подъезде? Ну что, ребята, ничего на ум не приходит, что может быть опасного в подъезде? Подъезд – это опасное место, как и любое другое из опасных. Там и лифт, и лестничная площадка. Ну, давайте послушаем дядю Руслану, что он нам скажет. Опасным и на улице, и в подъезде может быть любое место. И лифт – не исключение. Правило первое – железное. Никогда и ни при каких обстоятельствах не заходите в лифт с незнакомым человеком. Даже с женщиной. Самое правильное решение в такой ситуации – вообще развернуться и выбежать из подъезда. Понятно? Да. Если получилось так, что незнакомец зашел в лифт уже после вас, не поворачивайтесь к нему спиной, только лицом. Если он начнет приставать, то действовать надо так же, как и на улице. Кричите, зовите людей, стучите по стенкам лифта, постарайтесь нажать на кнопку этажа или вызова диспетчера. Запомнили? Запомнили, ребята? Да. Хорошо. На сегодня это все. Пусть эти правила вам никогда не пригодятся, но запомнить все, что я сказал, надо обязательно. Я прощаюсь с вами до завтра. Это будет финал. Так что победы вам в игре и безопасности в жизни. Ребята, сейчас у нас последнее испытание на сегодня, последняя возможность заработать баллы. У нас будет с вами викторина, которая называется «Что делать, если…». Я буду вам читать ситуацию, начало ситуации, а вы должны будете ее продолжить. За каждый правильный ответ фишка. А если он будет еще и максимально полным, то получите еще дополнительно фишку. Ясно? Да. Итак, путем жеребьевки мы определим, кто же будет начинать первым. Пожалуйста, выбирайте руки. Кира начнет. Итак, слушай, начало ситуации ты должна будешь продолжить. Ребята, если вы были внимательными на протяжении всех игровых дней, то вы вспомните, как продолжить описание этой ситуации. Итак, слушай, в лифт можно входить только когда… Когда… Когда нету чужих. Правильно, когда нет посторонних людей. А с кем можно входить? Один или с взрослыми, кого ты знаешь. Да, с родственниками или со знакомыми людьми. Правильно, Кир. Да, ты не просто односложно ответила, поэтому тебе вполне можно вручить две фишки. Держи, молодец. Ярослав, ну и твоя ситуация. Слушай внимательно и продолжай. Постарайся ответить полно, чтобы тоже заработать две фишки. Если незнакомец все-таки зашел вместе с тобой в лифт. Надо отойти… Прошу вас. Надо отойти в сторону, чтобы он тебя не видел, отвернуться. Ты так думаешь, Кира. Ты согласна с Ярославом? Нет. А как ты думаешь, нужно поступить в такую ситуацию? Надо не отвернуться, а стоять. Просто отойти в уголок и стоять. Ребята, только что мы общались посредством телемоста с дядей Русланом, и он как раз рассказывал об этой ситуации. Подробненько, что нужно делать, если вы зашли в лифт, а там незнакомый человек. Там не убежишь. Как вести себя? Что нужно делать? Надо нажать на кнопку и кнопку диспетчера. Надо стучать по лифту. Считаешь, что нужно стучать по лифту и давать знать о себе, да, что окружающим, чтобы услышали? Да. На часть этой ситуации Ярослав ответил правильно, поэтому ты зарабатываешь фишку. Одну? Одну, да, одну. Держи. Пять. Пять? Ты уже подсчитал? Ну давайте подведем итоги сегодня. Сколько удалось заработать? Кирюша, сколько у тебя? Две. Две? Всего две? Ну, скромно, ну ничего. Ой, у тебя. А у тебя, Ярослав, пять? Да. Вот, здорово, молодец. Итого у вас было по 15, у Ярослава еще пять, 20, а у Киры две, 17. Ну, отрыв небольшой, всего три фишки. Но завтра, ребята, не шуточки, завтра у нас уже финал, поэтому готовьтесь и завтра поборемся все-таки за победу. Кто же станет победителем, очень интересно. Ну, ребята, до встречи в стране безопасности. Пока-пока. Одежда для ведущей предоставлена магазином женской одежды «Бурвин», проспект Ленина, 51. Субтитры подогнал «Симон»